Судья отменил запрет Центризбиркома О предстоящих парламентских выборах Андрей Токумбаев Важнейшее политическое событие, финальный этап подготовки к предстоящим выборам Джигур-Кукинеш, период агитации, начался под занавес уходящей недели. В ночь с четверга на пятницу стартовала агитационная кампания. Желание участвовать в ней изъявила 21 партия. С того момента кандидаты получили право агитировать электрорад, чтобы заручиться поддержкой избирателей. У кандидатов в парламент есть чуть более четырех недель, напомнили всем в ЦИКе, сообщив заодно о том, как будет поделено эфирное время между партиями и одномандатниками. Процесс регистрации закончился до 12 ночи и мы переходим уже к месячной агитации до 27 ноября до 8 утра. Это уже агитационный период. Я бы хотел отмечить и добавить, что для кандидатов созданы все условия согласно требованиям конституционного закона, что политические партии будут обеспечены эфирным временем по гостелеродиотелевидению, где будет обеспечено минимум 30 минут для прямого обращения и для участия в дебатах. О возможностях, предоставленных кандидатам по одномандатным округам, представитель ЦИК сказал следующее. Для кандидатов по одномандатным округам у нас специально созданы медиа-центры. Это в наших областях и городах дебаты и обращения там будут проходить именно по местным телеканалам. При этом в ЦИКе предупредили об ответственности за нарушение правил предвыборной гонки. И это не просто слова. Например, за такой проступок в среду лишился должности Аким Лелекского района Алмазбек Рахманкулов. За всеми будет следить антикоррупционный деловой совет при президенте республики. По его инициативе появилось общественное движение за честные и справедливые выборы, комиссия которого, состоящая из юристов, экспертов, гражданских активистов и общественных деятелей, поможет Центризбиркому осуществить избирательный процесс честно и прозрачно. Движение действует с момента начала агитационной кампании, передавая ЦИКу информацию о ее осуществлении, рассказали на пресс-конференции участники антикоррупционного делового совета. По тем коррупционным моментам, которые считаются именно очень широко применяемыми именно в выборном процессе, это подкуп, это продажа голосов, это административный ресурс. И мы хотели бы напомнить нашим гражданам о том, что когда происходит подкуп, это и есть взятка. И в этом процессе ответственность несут и те, кто дает, и те, кто берет. Но одно дело пообещать, что выборы пройдут прозрачно и честно, другое – воплотить это на практике. Избирательная кампания – процесс непредсказуемый. Предукатать результат – значит решить уравнение со многими неизвестными. Опасность провала возможна на каждом этапе, особенно при нынешней смешанной избирательной системе, считают активисты фонда «Общее дело». Они проанализировали риски, результатами мониторинга поделились с масс-медиа в минувшую пятницу. Наш фонд провел этот анализ рисков на основе того прошедших выборов. Мы как мониторинговая организация на практике увидели, какие есть риски. И в связи с этим, как после октябрьских событий, в августе у нас был принят новый конституционный закон о выборах. И эта система в корне поменяла смешанные, одномандатные и единый округ. По мнению участников мониторинга, риском чревато многое, начиная от утвержденных границ избирательных участков до списков кандидатов и обеспечения активного избирательного права внутренних мигрантов. Например, базар-кургонский округ, он совмещен с Толу-Сторо, а в зимнее время этот перевал закрывается. И как для кандидатов, так и для них. Это очень трудно будет работать, так как, чтобы приехать с базар-кургона, или базар-кургона поехать в Толу-Сторо, или в Толу-Сторо приехать в базар-кургон, надо через Нарын, Бишкек, через Джалабад только ехать на юг. Это очень большое время, ресурсы, человеческие ресурсы, денежные ресурсы. Во-вторых, это списки кандидатов. Проблема может возникнуть и с представительством в парламенте. Социальный групп, продолжает юрист. Например, есть законодательство, что квоты должны сохраняться гендерные, молодежные, этнические, ловы зе. Но мы знаем, что при голосовании, при едином округе избиратель голосует, ставит две калачи за партию и за кандидата, которого он выбрал. Но при выходе, при распределении, квоты могут размыться. Таким образом, представители некоторых социальных групп, например, этнических или возрастных, могут просто не попасть в парламент. В МВД поступило в общей сложности 12 заявлений о нарушениях процедуры подготовки к выборам. О четырех таких фактах стало известно в Нарынской области. По одному сигналу в Бишкеке, Ошской, Джалабадской и Баткенской областях. По два – в Аше и Чуйской области, рассказал накануне журналистом начальник отдела следственной службы ведомства. «Все знаете, вчера Центральная избирательная комиссия также по нарушениям именно агитации были вынесены письменные предупреждения нескольким именно кандидатам. По одному агитации, идущей по одному агитации, так это было, по-моему, в Кадамджай, там были у нас зарегистрированы по именно злоупотреблению, по подкупу именно зарегистрированы. Там идет, вы все знаете, СМИ идет, один кандидат купил именно школьные формы полностью в школе. По данному факту будет сейчас расследоваться достойно производство имя по подкупу». Руководитель следственной службы имел в виду следующие случаи. В селе Козелбулак Баткенской области учащимся школы бесплатно раздали школьную форму от имени кандидатов депутаты по Кадамджайскому избирательному округу номер 3 Нурали Талипова с тем, чтобы народ проголосовал за него. А в Нарыне зарегистрирован факт укладки щебнем дороги в качестве подобного же аванса избирателям от кандидата по Нарынскому избирательному округу номер 33 Улана Бакасова. Вероятность нарушений сейчас действительно сведена до минимума. Но появилась другая опасность. В Кыргызстане политические объединения, называющие себя партиями, таковыми по факту не являются. И есть риск, что при нынешней избирательной системе в стране не сможет развиться сам Институт политических партий, считает политолог Бакыт Джумагулов. В качестве основных рисков мы можем отметить, что при профессиональной системе вопрос дальнейшего развития Института политических партий, он очень открытым остается. Почему? Потому что вообще по себе сама профессиональная система, она не предрасположена к развитию Института политических партий. И мы будем наблюдать, что кандидаты, выставленные по профессиональной системе, будут бегать не за партию как таковую, а по сути будут бегать каждый сам за себя. Так амбиции кандидатов и их конкуренции за обладание голосами избирателей могут помешать сплочению рядов партий, предполагает эксперт. Внутри политических партий будет такая внутренняя конкуренция, которая не нацелена на объединение партий как силы, а на разъединение. Это риски для политических партий. Что же касается рисков, обусловленных системой одномандатных округов, главный из них уже имел место в сравнительно недавнем прошлом, продолжает Джумагулов. В маленькой современной истории Кыргызстана мы это ощущали, уже видели, когда в округах начинается деление по племенам, по национальностям, по разным вот этим факторам. И эти факторы, опять же, они не устранены к настоящему времени. Другой политолог, директор общественного фонда «Трансграничная исследовательская сеть Центральной Азии» согласен с тем, что политических партий в общепринятом понимании в Кыргызстане нет. Но в кыргызстанских партиях при этом существует так называемый диктат партийных боссов, приводивший ранее ко многим нарушениям. Нынешняя избирательная система эту проблему решит. Новая система гибридная, она в плюсе в том, что реальному человеку, у которого есть реальный электорат, легко пласть в парламент, если очень просто. Второе. Уничтожен диктат партийных боссов. У нас партии по существу никогда не было, но вот те боссы, которые там распределяли места, брали деньги у богатых, ставили их впереди всех. Вот этот диктат, он уничтожен. Это огромный плюс. К финишной прямой предвыборной гонке, периоду агитации и 70 политических партий, заявивших о своем намерении участвовать в выборах, осталось в списке лишь 21. Было выдвинуто 1046 кандидатов. Документы по одномандатным округам предоставил 321 человек. Избираются 54 депутата по пропорциональной системе, 36 по мажоритарной в одномандатных кругах. Андрей Токамбаев, Кованыч Беказимов, Пятый канал. Главные итоги.